И всем снова доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И сегодня у меня третий день, третий день того, что называется карантином. Да, сегодня 26 марта 2020 года, третий день, как объявили карантин в Дубае, в Эмиратах. Всего вчера объявлено 85 заболевших, всего в стране 330, по-моему, так, заболевших. Но все тихо и спокойно, на Марине все спокойно, за исключением того, что, вот видите, да, тут никого нет. Эта платформа, я про нее уже рассказывал, это то, что называется GBR. И на этом GBR, вот оно построено таким образом, что он как бы стоит на отдельном комплексе. Да, тут гаражи, тут магазины, рестораны и прочее, прочее, прочее. И туда, там, два этажа вверх, или три даже этажа вверх подняться, и там свои лужайки, там свои детские площадки, там свои бассейны и тому подобное. Весь этот комплекс называется GBR, он тянется вдоль всей старой, скажем так, Марины. Новая Марина, это там, вот там, вот там вот, где находится самая знаменитая общага в мире. А вот это вот выступающее такое здание, одно из самых высоких, видите, такое полукруглое, почти 97 этажей, 450 метров. Цена выше, чем у Бурж Калифы. Общага, реально общага, там люди живут, снимают по месяч на отдельные комнаты, знаете, с общими, с Итуевиной на сколько-то там, туалетами и ванными на сколько-то времени. На улицах появилась security, не знаю, но вот люди стоят, наверное, для того, чтобы обеспечить безопасность, и про это как раз я и хотел поговорить. Да, я знаю, там некоторые задают вопросы, некоторые сомневаются, некоторые не сомневаются в том, что в данном случае мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией. Мы пойдем на GBR, да, лифты не работают на GBR, то есть тут есть лифт, каждый там 100 метров, их все остановили. Наверное, чтобы народ не скучивался, придется прогуляться пешочком. В любом случае, я опять проснулся сегодня около 5 утра, в 6.30 всем уже надо двигаться, потому что я привык в 6 утра бежать. Вот я все-таки дотерпел чуть позже и решил к 8 прогуляться, по GBR показать. Да, кстати, вот он я, чтобы вы не сомневались, что у меня все хорошо. Я пивом дизеллоупотребляю, не переживайте, у меня все в порядке, кругов под глазами вот этих пивных нет еще, так что не бухаем. Да, елки-шпалки. Это я пытался повернуть камеру, она отказывалась это делать. Да, вот так выглядит GBR наверху, это платформа. Здесь попадаются люди, раньше здесь была толпа людей. Когда ты идешь в 8 утра, здесь очень и очень много людей, сейчас все соблюдают социальную дистанцию и прочие вещи, обходят тебя стороной. Каждый обходит друг друга стороной. Вот человек сходил за едой, как вы видите, паники никакой нет. Какие-то консервики взял и пошел себе домой. Тут небольшой супермаркет, Карефур Маркет называется. И никого, и никого. То есть можно прогуляться, можно наслаждаться, можно кайфовать и тому подобное. Отдельные люди выгуливают собачек. Тренажерный зал, который постоянно вместо притяжения большого количества народа, как вы видите, закрыт полностью и тому подобное. Да, так вот, возвращаясь к теме мирового правительства, ножей и прочего, прочего, прочего. Про мировое правительство я, наверное, чуть позже расскажу. Вот думаю, завтра, поскольку завтра у меня будет выходной. Да, кстати, вчера я опять-таки работал. Работал и ничего толком сделать не получилось. Так вот, завтра у меня будет отдельный выходной. И завтра можно будет себя посвятить прямой трансляции в начале дня, скажем так, 10-11 часов по Киеву, Москве. Выйду сюда же на пляж, прогуляюсь, прямую трансляцию сможете задать. Пойду к тому колесу, вон оно. Сможете задать вопросы вживую и тому подобное. Так вот, про мировое правительство у меня еще, ну, не про само мировое правительство, а про то, каким образом эта лажа получилась и как ей пользуются, в смысле я изложу. А сейчас про нож. Я не верю людям. Я не верю людям с точки зрения не то, что порядочности, непорядочности, хорошие люди или плохие. Я просто знаю, что люди в определенных ситуациях могут представлять из себя большую угрозу, чем вирус. А эта ситуация уже практически сложилась во многих странах. Ввиду того, что мы имеем дело, вот, например, здесь в Дубае, да, с тем, что 90% здесь приехавших, из них 70% имеется в виду, 70% общего числа, да, это низкоквалифицированные люди, которые занимаются работой, вот, как вы видите, подобного типа. Сейчас, ввиду сокращения любого всего бизнеса, да, допустим, гостиничного, туристичного, обслуживающего, посмотрите, сколько всяких тут медицинских центров, маникюров и прочих-прочих, там, чимчисток, парикмахерских и тому подобное, все это закрыто. Все это закрыто. Ну, вон, люди есть, выгуливают собачек, а все это закрыто. И, соответственно, где все эти люди? Они сидят без работы, они, может быть, получают, а может, не получают зарплату, и в какой-то момент сорвется терпец. И я хорошо запомнил слова своего друга из Германии, который рассказывал мне про события развала СССР в Средней Азии, когда он, саперная лопатка не просто так появилась, говорит, у меня лежал дробовик, и всегда под рукой была саперная лопатка, которую даже приходилось пускать в ход. То есть, именно поэтому, да, то есть, как бы, то есть, смотрите, тысячи, сотни тысяч людей голодные, обнищавшие, которым не хрен жрать, которые боятся вируса и так далее. Какие дальнейшие их действия? Правильно найти какое-либо себе пропитание, найти какое-либо себе медикаменты и прочие-прочие-прочие вещи. Что будут делать власти? Ну, хорошие власти попробуют им кинуть какую-то подачку, типа, нате вам пожрите той же мивины и тому подобное, снимут запрет, вернее, назначат запрет на то, чтобы выселяли из квартир, на то, чтобы уголовное преследование. Тут за неоплату чека уголовное преследование. То есть, власти это сделали, сказали, что нельзя преследовать людей в течение двух месяцев за неоплату чеков. Это очень правильный момент, то есть, как бы, но в любом случае мы говорим о моменте, насколько, насколько это все глубоко зайдет и как далеко это все зайдет. В любом случае, как бы, вероятность того, что эти люди взбунтуются, они бунтовали и раньше. Кстати, есть история бунтов при постройке той же Бурж-Калифы, кто не в курсе. Да-да-да, и такое тоже происходило. Ну вот, как это все выглядит. Вон собачек выгуливают. Видите, тут отдельные места для собачек, отдельные места для детей, отдельные места для людей, отдельные места для бассейна. В общем, всего понемногу тут есть в этом джибяре. Так вот, бунтовали даже на строительстве Бурж-Калифы. То есть, представьте, что здесь может произойти. Будут ли защищать, ну, в принципе, иностранных граждан, грубо говоря, высококвалифицированных постараются защитить. Но не факт, да, не факт. В принципе, здесь на Марине меньше вероятность каких-то погромов, чем просто если ты живешь на каких-то виллах и тому подобное. Потому что отдельные виллы сложнее защищать, да, сложнее баррикадировать и тому подобное. Так подогнал бронетранспортер на вот такой вот один квартал и все. И потом просто стреляя из крупняка по толпе бегущих, желающих человеческого мяса поесть. Вот, второй вариант, согласится ли полиция стрелять, да, то есть, когда братья-единоверцы, то есть, вы знаете, что, да, у человека все-таки есть идентификация свой-чужой по цвету кожи. Как бы мы ни говорили о различных diversity, о том, что расизм не расизм, цвет кожи, нация, религия, язык. Все это является критическим и определяющим с точки зрения свой-чужой в любой такой подобной ситуации. Вот это вот, кстати, зелененький такой майданчик, как это по-русски, игровая площадка, Киртенгарден, где обычно даже рано утром, особенно вот сейчас, когда хорошо, играют дети. То есть, их выпускали, они тут себе резвились под присмотром нянечек или вообще без нянечек. Как вы видите, тут огромные небоскребы вокруг, да, то есть, все это тот самый JBR, со всех сторон вы можете увидеть. То есть, выпустил ребенка, только выглядывая на улицу, ему ничего не угрожает, при том еще, что здесь постоянно присутствует и охрана. То есть, охрана есть и она всегда-всегда с вами. Вон, кстати, идет ко мне, сейчас будут говорить, что нельзя снимать. Там можно снимать. Вон, кстати, там дальше мой дом, можно увидеть и всякое другое. В общем, все хорошо. Да, так вот, возвращаясь к теме. То есть, это толпа, которой может сорваться терпец и очень просто, особенно если это будет продолжаться не месяц, а два, три, четыре, пять. Просто кинется грабить, просто кинется убивать, то есть, в зависимости уже от того, насколько она будет. Кроме того, ее могут подогреть, подогреть для того, чтобы сбросить, скажем так, напряжение и пустить на определенные части. То есть, я не говорю, что там власти плохие или хорошие. Это нормально. Это естественная защита своего окружения. В конце концов, тем, кто сюда понаехал, никто ничего не обещал. Но вероятность этого очень и очень может быть. Зачем, грубо говоря, страдать всем, если можно направить, скажем так, гнев толпы на определенные части населения, на определенные части страны. Вот тут тетенька, она прыгает постоянно на определенные части страны и тому подобное, для того, чтобы сбросить, опять же, вот такое вот напряжение. Поэтому, поэтому у меня лежит саперная лопатка, обивная и нож. Кстати, как я уже говорил, в туристических магазинах ничего подобного купить нельзя. То есть, если там в Европе ты приходишь в туристический магазин, там есть любые топорики, вплоть до а-ля метательных, да, ну, те, которые можно метнуть и с которыми я, в принципе, попаду. Ножи, да, вот обычные туристические ножи. У меня дома целая коллекция таких ножей, скажем так, для выживания. Ни одного с собой не взял. Теперь жалею. Думал, ну, нафига их тащить и так далее, будут задавать вопросы, бла-бла-бла. Теперь жалею, поскольку ножи были хорошие, острые, такие уверенные, которыми можно делать многие вещи. Получше, чем тот, который у меня лежит. Да, он длинный, он такой а-ля чуть ли не гладий римский, но с другой стороны, все-таки он непрактичный. Там выкидной тяжелый нож с толстым лезвием. Можно порезать доски, можно покрошить кости и так далее. Так вот, 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 собственно говоря, и ситуация. Людям верить нельзя. В какой-то момент люди превращаются в толпу, голодную толпу, озлобленную толпу, толпу, которая неуправляемая или, наоборот, управляемая с определенными целями. Я имею в виду целью, например, отвести угрозу от себя хорошего лично, переключив эту угрозу на кого-то еще. То есть, это все может происходить и в таких ситуациях стоит понимать. И опять же, возвращаясь к теме той же Украины, частично Словакии. Со Словакией я, в принципе, более или менее спокоен, потому что Словакия является, скажем так, ну, люди там спокойные, особенно те, кто живут ближе к Братиславии, вот в этой части. Там могут быть проблемы с цыганами, которые в какой-то момент распоясаются, пока их власть держит, а дальше фиг их знает. Но это не будет какими-то глобальными проявлениями. Плюс Словакия достаточно богатая страна. То, что учудили в Украине, объявив карантин до 24 апреля, не дав людям не только возможности заработать, но еще и Пасху, да, то есть, как бы отпраздновать, что, кстати, может стать отличным. Видите, автобус поехал отличным почвой для провокаторов и провокаций. Плюс, что еще, да, плюс еще и дача. Все забыли про дачи. Люди питаются с дач, люди питаются с огородов. Люди садят это для того, чтобы в том числе выжить. И что? И этого всего, всего этого сезона, всего этого сезона людей просто лишили. Так что, так что вот. Ну и вот в 8 утра можете, кстати, наблюдать за дорогами, да. Это та дорога, которая в 8 утра здесь не перейдешь. А тут, как вы видите, сейчас можно запросто перейти все это дело на красный свет без каких-либо проблем. Вообще никого нет, одинокая машина, одинокая птица. Да, возвращаясь к Украине, так что там тоже могут быть. И там будет еще намного более озлоблено. Когда уже свои режут своих, это называется не просто гражданской войной. Это называется полным копцом. Трамвая нет. Давайте посмотрим, ходят ли трамваи. Это я, кстати. Да, трамваи ходят. Как вы видите, там вон впереди табло. 4 минуты и будет трамвайчик. Так что, все идет по плану. Все идет хорошо. Все идет отлично. Можно, можно бы жить в Дубае даже в карантин. Ну, а людям, которые еще раз остаются где-то. Ну, я бы по всему миру рекомендовал. Не зря там кто-то закупает оружие и так далее. К сожалению, здесь я оружие купить не могу. Как я уже сказал, я даже не могу купить обычного ножа в обычном онлайн-магазине. То есть, я имею ввиду тяжелого, да, там, туристического, скажем так, ножа. Ну, это такое уже дело. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Смотрите, пробуйте. А я, в принципе, свои 15 минут выгулял. Сейчас еще 15 минут назад. И буду приступать к работе. Работа не ждет. Я вот поверну камеру. И, опять же, да, вопросы, пожелания и тому подобное приветствуются. Завтра попробую сделать онлайн-трансляцию. Напомню, что я не делал онлайн-трансляции уже полгода. С того момента, как в октябре по какой-то непонятной причине Google сломал онлайн-трансляции в YouTube. И оно работало там 20 секунд, обрыв, 20 секунд, обрыв, 20 секунд, обрыв. Посмотрите. Внизу в описании к видео есть соответствующий линк. Ну, и буду... Попробую завтра, да, сделать трансляцию. Поскольку выходной. Это будет посреди дня. Сразу и трансляция сразу опубликуется. Ну, и буду дальше и дальше снимать про карантин. Все в порядке. У меня вообще будет все в порядке. Я это хорошо знаю. Вам тоже желаю здоровья. Держитесь. Помните о профилактике. Помните о том, что к заразе, которая подготовлена, никакая зараза не цепляется. Данный вирус... Иммунитет ему противостоит. Так что побеспокойтесь о своем иммунитете. Побеспокойтесь о том, чтобы у вас были приняты профилактические меры. И абсолютно не паникуйте. В любом случае 80% зараженных вообще никаким образом не проявляют своего действия, так сказать. Обратите внимание, кстати, по поводу 80%, которые никак не проявляют. Внезапно у многих депутатов Украины нашли коронавирус. Они просто протестировались. В реальности его много. И, кстати, где они его получили? То есть, зная лично даже некоторых депутатов, могу сказать, что это очень чопорные, чванливые люди, которые не будут тусоваться вообще в общественном транспорте, даже за границей, да. Не будут есть в обычных ресторанах и тому подобное. То есть, получается, что они заразились где-то в дорогих отелях, где-то в бизнес-классах, в бизнес-залах, на перелетах и прочих-прочих-прочих вещах. Что говорит о том, что вирус куда больше распространен, чем называются цифры. У многих это все дело просто проходит абсолютно, так сказать, латентном ситуации. Никто даже не замечает о том, что у них есть какое-то заболевание. А вот и трамвайчик, кстати. Вот он, трамвайчик. Как вы видите, все хорошо. В отличие от метро, трамваи здесь, к сожалению, управляются людьми. В трамвае... Нет, люди есть в трамвае. Вот в золотом классе трамвая сидит несколько человек. И в обычном классе сидит... Нет, дофига вот сидят. Сейчас вагон проехал. Человек 20 в трамвае точно есть. Так что город... Ой, елки, чуть не убился. Тут такая... Выступ небольшой. Город еще живет, несмотря на закрытые рестораны и тому подобное. И будьте готовы. Будьте готовы. Всем удачи, да. Будьте готовы к сопротивлению вашего организма вирусом. Витаминчики, витаминчики. А витаминчики, алкоголь, витаминчики. Я тут еще, кстати, посмотрите, записал видео про салат-орезку. Купил себе салат-орезку. Такое. Ну, такое. Вот и автобус едет. Опять же, то есть, все хорошо. 84-е. А, это до... До нас. И... Как его там? Витаминчики. И алкогольчики. Алкогольчики, говорят, тоже убивают. Ну, я еще могу посоветовать, да, как я уже говорил. Перекись водорода. 10 капель на 100 грамм воды. Очень и очень хорошо зайдет для стимулирования вашего организма. Плюс я использую ислу для того, чтобы она обволакивала и убивала бактерии в горле и носоглотке. Так что, так что вот, пробуйте, смотрите. Особенно, если вам нужно выйти куда-то из дома, это хороший, хороший вариант. И опять же, красивые виды на прекрасную пока, ну, надеюсь, и дальше Марину. Будем, как говорится, посмотреть. А напомню, что внизу, в описании к видео, есть линки на все другие видео. Есть всплывающие аннотации. Сейчас в конце тоже будут ссылочки на сериал про то, как это самое... А, я забыл рассказать. Я забыл рассказать. Слушайте, вчера абсолютно внесапно пришли люди и почистили кондиционер. Это же надо было такое пропустить. Ведь я увлекся историей про людскую, так сказать, непредсказуемость и превращение людей в зверей. Хотя многим и не надо это делать специально. Так вот, да, мне вчера пришли и почистили кондиционер. Просто пришли люди и просто взяли и почистили кондиционер. Охрана позвонила, сказала, у вас тут это самое, вы дома, так давайте, давайте сейчас подойдут, почистят. Подошли, почистили. Ну, что сказать. Они делали даже фотки, показали мне, сколько там пыли внутри, помыли и обработали каким-то раствором фильтры, которые стоят на входе кондиционера. Ну, я надеюсь, что это, конечно, тоже какой-то доли есть. Хотя, с другой стороны, вызывает вопрос в том, что, может быть, они знают, что где-то в доме кейс заболевшего и такие превентивные меры. Хотя дом очень активно вымывается, я наблюдаю, опять же, на входе работает специальный мальчик. Везде поставили эти, знаете, для рук и прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Ну, вот где-то так. Вот где-то так. Так что завтра смотрите прямую трансляцию. Да, сейчас будет еще ссылочки. Поговорим. Будете задавать вопросы. И... Да-да-да. У меня все хорошо. В Дубае все спокойно. Увидимся. Всем удачи. Пока. С вами был я, Игорь Шестидко. И, опять же, модная ныне тема «Не болейте».